Для кого не секрет, что на Рашене стало очень много новичков. И смотря на это всё, я подумал, а почему бы не взять одного из них и научить его играть. Именно поэтому, недавно я сходил на Рашен и взял одного новичка. Мы списались в Дискорде, и сегодня я позвал его сюда. Это Вика Джан, знакомьтесь. Она новичок, и сегодня я буду учить её играть. Честно, это был очень необычный опыт. Так, ну давай рассказывай, что ты в принципе умеешь уже делать в этой игре. Я умею делать вау-ран правой рукой, левой очень плохо умею. Умею бегать, там немного. Убираться по этим стенам умею, на дуб тоже умею. В форме к вам, то есть в принципе. Так, понятно. Почему ты бы хотела тогда научиться? Я бы нормально бегать. Нормально бегать? Левой вау-ран. По веткам прыгать ты умеешь? Много тоже. Ну вот, хорошо. Так, ну покажи, как ты прыгаешь по вот этим двум стенкам. Довольно хорошо. Так, покажи ещё, как ты залазишь на домик. Какой скоростью. Нормально. Так, покажи свой лоран. Хорошо. Покажи на другой руке. То есть вот, мне очень плохо. Так, на левой руке плохо. Покажи теперь, как ты бренчишь. Довольно хорошо. Надо поработать со скоростью, конечно, ещё. А теперь посмотрим на твой бег по земле. Да, медленно так. Спасибо. Теперь мы можем начинать. Итак, смотри. Чтобы нормально быстро бегать, когда ты бежишь, руки у тебя должны вот так шевелиться. Вот таким образом. Смотри. Правая, она как бы крутится и загребает. Загребущая. А левая, она толкает. Видишь? Видишь? Покажи, как надо делать руками, вот когда бегаешь. Я тебе только что показал. Нет, не так, не так. Смотри. Правая, она должна максимально в длину уходить. А левая, она должна подталкивать. Вот смотри, как это на земле выглядит. То есть, смотри. Левая делает вот так. Правая делает так. И это очень быстро. Ну, правая, она должна быть длиннее левой. Давай попробуем отсюда добежать до того угла. Таким образом. Только старайся делать это максимально быстро. И как я показывал, правая рука, она должна вот так выходить. Можно сказать. Вот так вот. Видишь? Она у меня длинная становится максимально. Вообще не согнутая. Давай. Три. Два. Один. Даю тебе фору три секунды. Это так. В принципе, если сравнить с тем, что было в начале, что сейчас в плане бега у тебя, получается довольно неплохо. Поэтому тебе просто надо повторять это упражнение несколько дней для рук, чтобы они запомнили, чтобы мышцы помнили, как это делать. И ты научишься бегать быстро. Главное, практикуй это каждый день. Смотри. Как я видел пару минут назад, ты плохо умеешь влоранить на левой руке. Ты почти падаешь. И чтобы этого не было, смотри. То есть на правой ты как влоранишь? Покажи. Вот так. А левой рукой как у тебя получается? А левой у тебя вообще другое движение. Вот и ошибка, в принципе. Она у тебя гребет, а правая она идет. Чтоб такого не было, ты прыгаешь. И как правой рукой ты должна прошагать. То есть твоя рука, левая, смотри на мою руку. Вот ты запрыгнула, она у тебя должна идти вот так, получается. Вот смотри. Давай, попробуй. Вот, неплохо, неплохо. Только будь увереннее. Тебе нужно, смотри, на левой. Получается так, что ты вот здесь находишься, ты толкаешься в сторону. То есть ты не успеваешь охотиться. Надо толкаться к стенке. И нельзя, чтобы слишком далеко от нее. Иначе ты упадешь. Вот, вот. Хорошо получается. Вот, вот. Во, очень хорошо, очень хорошо. Прям отличный результат. Просто лучшая попытка. Просто в течение нескольких дней тренируйся, чтоб руки не забыли, как это делать. Итак, а теперь, как вы видели немного ранее, она хорошо может прыгать по этим стенкам до верха, но нужно поработать над скоростью. Попробую вот подняться по стенке. Довольно неплохо. А теперь смотри, как это делаю я. То есть я прыгнул. И вот, я уже здесь. Я заметил, когда ты это делаешь, что ты прыгнул на стенку один раз, и у тебя короткий идет, а потом толчок. Этот короткий тебе не дает абсолютно ничего. Тебе нужно либо превратить его в длинный, смотри, чтоб ты, получается, запрыгнула, и вместо вот такого маленького, потом толчок, сделала, вот ты запрыгнула, большой такой, чтоб ты поднялась, потом толчок, и так же на левой руке. Пробуй. Теперь тебе нужно, наоборот, экономить время, делать максимально все быстро. А теперь, давай попробуем на скорость. Там тебе фору 3 секунды. Раз, два, три. Один, два, три. То есть, ты намного ускорилась. Так же, повторяй это в течение нескольких дней, и у тебя все получится. И последняя вещь, которую тебе надо обучить, это бренчинг. У тебя с ним, в принципе, все неплохо, но тебе надо подработать над скоростью. Значит, смотри, тебе нужно представить, что вот ты стоишь здесь, и тебя окружают лавоманки. Тебя поджидает снизу пол сервера. То есть, тебя прыгнуть не вариант, они тебя поймают на земле. Здесь лезет уже двое, допустим. Вот здесь, на ветке, один будет за тобой бежать. Он уже, допустим, поднимается, и тебе нужно в это время бежать. Представь такую картину. Тебе нужно будет пробренчить, вот, получается, отсюда, до вон той дальней платформы деревянной. Погнали. Работаем на скорость, меньше задержек, но в то же время будь аккуратным. Давай, неплохо, неплохо, неплохо. Так, вот на нижнюю ветку прыгать было лишнее, тебе надо было сразу прыгнуть на вот эту вот. Да, молодец, молодец. Вот здесь иди так. Так, вот сюда прыгать не надо было, но, в принципе, ты молодец. Смотри, была вот здесь вот. Ты прыгнула вроде как сюда, потом сюда, потом сюда, и только потом побежала дальше. Вместо этого, ты могла прыгнуть сразу вот сюда вот, и сократить вот этот промежуток времени, который был потратен вот на вот это все. Сюда ты прыгнул вот на эту ветку, прыгнул сюда, прыгнул сюда, а потом только сюда. Вместо этого могла сразу побежать вот так вот, и вот на эту ветку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok